Всем привет, друзья! Сегодня я подготовил для вас прикольную подборочку самого необычного транспорта, который можно купить на Алиэкспресс. Как полагается в конце видеоконкурс, в котором на этот раз случайному счастливчику достанется 5000 рублей. Погнали! Для тех, кто уже знатно накатался на ховерборде, но еще не приобрел себе электроцикл, самая пора попробовать нечто принципиально отличное. К примеру, это моноэлектроколесо. Единственное 14-дюймовое колесо этого оригинального транспортного средства оборудовано электрическим движком, блоком батарей, а также гироскопом, который не дает наезднику завалиться на бок. Скутер развивает скорость до 18 км в час при запасе хода в 25 км и может карабкаться на склоны под углом в 35 градусов. Удивительная функциональная комбинация гироскутера и корпусной части машинки для картинга. Это специальный комплект, превращающий гироскутер Xiaomi в полноценный электрический картинг. Сам карт при этом не имеет никакого двигательного механизма, в его роли выступает мотор гироскутера. Однако, как справедливо заметили многие, самый значительный минус устройства – это неадекватная цена подобной тележки, за которую вполне можно прикупить себе и что-нибудь более интересное. Мечта ленивого путешественника – чемодан, который превращается в электросамокат, на котором можно перевести как свой багаж, так и свою пятую точку. Конструкция чемодана позволяет удобно усесться на мягкое сидение, зафиксировать ноги и свободно управлять им при помощи телескопического руля. Скорость движения транспорта составляет до 12 км в час, что примерно в три раза быстрее, чем обычная и умеренная ходьба. Новый скейтборд от Xiaomi Monster, тягу которому может обеспечивать не только нога, но и встроенный электродвижок. Управляется такое средство передвижения с помощью беспроводного пульта, а также специального приложения для смартфона, в котором можно устанавливать ограничения скорости, настраивать параметры освещения и получать данные о скорости и пробеге. Питается же гаджет энергией от аккумуляторов 18650, совокупная емкость которых обеспечивает передвижение на расстояние до 12 км. Электрический скутер на четырех колесах – это дикий аттракцион для начинающих дрифтеров. Благодаря особой конструкции на нем можно делать самые дерзкие развороты и входить в обычные повороты боком, как на стандартных тележках. Полностью заряженная батарея дает возможность покататься около 8 км, ну а максимальная скорость при этом составляет около 16 км в час. Революционный вид городского транспорта. Благодаря большой емкости встроенных аккумуляторов такой гироскутер может проехать 22 км на одном заряде, что позволяет использовать его не только для прогулок и развлечений, но и для ежедневных поездок на значительные расстояния. Максимальная скорость движения составляет примерно 18 км в час, при этом благодаря защите от брызг по стандарту IP54 перемещаться можно даже по мокрым дорожкам. Электрические роликовые коньки, которые по своим возможностям не уступают гироскутерам, а по некоторым параметрам даже их превосходят. Новые электроролики используют тот же принцип кироскопической стабилизации, который ранее применялся в Segway Human Transporter. Всю верхнюю часть занимает прорезиненное рифленое покрытие, благодаря которому ноги райдера не скользят по поверхности и прочно удерживаются на платформах. Педальная машинка с 12-дюймовыми колесами – мечта не только некоторых детей, но и довольно-таки многих взрослых. Ее не требуется заправлять, обслуживание обходится в сущие копейки, а характер езды позволяет еще дополнительно и позаниматься фитнесом. Сама машинка при этом обладает максимально простецкой конструкцией, что даже не нужно следить за давлением в шинах. Плазмакар – уникальная в своем роде машинка, для езды на которой не нужно никаких источников питания. Игрушка работает по принципу использования центробежной силы и законов гравитации, поэтому для движения здесь ездоку нужно всего лишь наклониться немного вперед и крутить руль последовательно в разные стороны. По скорости такая машинка не уступает современным детским электромобилям, в то время как на ней можно находиться в движении ровно столько, сколько захочется. Фингерскейт – уменьшенная копия скейтборда для того, чтобы кататься максимально безопасно для собственного здоровья. Трюки, которые можно на нем выполнять, идентичны трюкам на настоящей доске, только все производится с минимальным риском сломать себе какой-нибудь агрегат или заехать по колокольчикам. Сама поверхность, на которой балансируют пальцы, также покрыта нескользящей накладкой, так что можно не бояться, что пальцы будут стоять неустойчиво. Сразу можно и не понять, что это и как это работает, однако при ближайшем рассмотрении становится понятно – это не совсем стандартный самокат с нетрадиционным принципом управления. Для того, чтобы привести его в движение, не надо отталкиваться ногой от асфальта, достаточно встать двумя ногами на обе платформы и начать качать бедрами из стороны в сторону. Этой манипуляции самокату достаточно, чтобы не только обеспечить движение ездоку, но и позволить ему дрифтовать, а также выполнять различные трюки. White Shark – самый маленький в мире скутер для подводного плавания, который способен поместиться в стандартный рюкзак. На самом деле, внешне разработка компании Sublu совершенно не похожа на скутер. Устройство скорее напоминает его руль с аккумуляторной батареей посередине, местами для расположения рук и двумя пропеллерами по бокам, благодаря которым и осуществляется движение. Гаджет способен работать на глубине до 40 метров и разгонять человека под водой до 6 км в час. Несмотря на всю популярность и полезность стандартных роликовых коньков, у них есть один большой недостаток, который не позволяет ехать на них там, где отсутствует хороший асфальт. Исправить подобный нюанс призваны такие необычные ролики. Данные экземпляры оснащены двумя большими колесами, что позволяет их обладателям с успехом передвигаться на них даже по траве или погрунтовать дороги. Помимо основных огромных колес, на каждом коньке также использовано по одному маленькому колесу, предназначенному для стабилизации положения роллера. Этот плавательный матрас едва ли можно назвать матрасом. Эта штука больше смахивает на мини-плот для размещения полноценной компании. В комплекте идет съемный навес от палящего солнца, а в самом матрате расположен небольшой бассейн с импровизированным диванчиком. Кроме того, на борту также имеется холодильный термоотек, позволяющий брать с собой любые припасы и смело отправляться в плавание. Для тех, кто никогда не пробовал врезаться своей машиной в другие машины, самое время обзавестись подобной бампер-машинкой. Данная машина разработана специально для контакта с другими транспортными средствами, благодаря чему оснащена мягкой подушкой по контуру, делающими контакты как можно менее разрушительными. Что характерно, управляется она двумя многопозиционными джойстиками, управление которыми освоить не так-то просто. Ещё одно необычное изобретение великих умов из Поднебесной империи. Если соединить лавочку с гироскопом и добавить светодиодов, то получится подобное средство передвижения. Любопытно то, что создатели предусмотрели запуск не только с помощью ключа и дистанционного пульта, но также и с помощью монет. Движение обеспечивается двумя электромоторами мощностью по 120 Вт каждый, при этом максимальная скорость тележки составляет примерно 120 метров в минуту. Самый бюджетный велосипед, который только можно найти на Алиэкспресс. Для максимального облегчения и упрощения конструкции в нём пришлось полностью убрать раму и устранить одно колесо. В итоге из всех удобств осталась только сидушка и вилка с педалями. Остаётся только переучить свои навыки для езды на одном колесе, и можно передвигаться на нём, удивляя всех окружающих. Скейт-цикл – оригинальное средство для передвижения по ровной поверхности, представляющее собой два колеса, соединённых алюминиевой трубкой, движение которых происходит не за счёт сил гравитации и трения, а за счёт постоянных движений ног и управления корпусом тела. В основе управления лежит волнообразная балансировка и постоянный контроль равновесия, в то время как для набора скорости совсем не нужно отталкиваться. Моноколёсный электрический гироскутер Электроплатформа оснащена мощным движком, благодаря которому транспортное средство может разогнать своего владельца до внушительных 30 км в час. При этом, на удивление, устройство весьма устойчиво к заваливанию на бок, так что для того, чтобы научиться передвигаться на таком агрегате, не придётся тратить целую вечность. Подводный электрический скутер нового вида Портативное устройство, которое упрощает задачу перемещения под водой. Самой важной особенностью устройства являются его габариты. Подводный транспорт можно уместить в рюкзаке, а его масса составляет 3,5 кило. При этом гаджет способен утащить водолаза на глубину до 50 метров, развивая скорость 7 км в час. Оснащено же устройством мощной батареи 24 вольта и ёмкостью 6000 мАч, час подзарядки которой обеспечивает примерно час подводного плавания. В мире так много электронных досок с колёсами, что китайцы решили изобрести ещё одну под названием iCarBot. Это своего рода личная платформа для передвижения по ровной поверхности, работающая по всем известному принципу. Нужно встать на доску на указанные для ног места и направить движение силой наклона, подобно движению на гироскутере. Главное предупредить всех, что это не комнатные весы, чтобы платформа самостоятельно не увезла кого-нибудь в дальний край комнаты. Юки Байк Электрическое подобие велосипеда 19 века, только в два раза меньше и в два раза комфортнее. Используется как складное средство для передвижения. Заряжаешь, включаешь, садишься и катаешься, пока не разрядится. Встроенного аккумулятора и полной зарядки хватает примерно на 23 км пути, при этом сам гаджет складывается и раскладывается примерно за 15-20 секунд. Ставь лайкос, если понравился видос. Ну а для тех, кто хочет попытать удачу в конкурсе на 5000 рублей, нужно быть подписанным на этот канал и оставить любой комментарий под видео. Как только видос наберет нужное количество лайков, итоги будут опубликованы в группе ВК. Ну а на этом на сегодня все. Всем удачи и адьос. Субтитры сделал DimaTorzok